Десятки людей эвакуировали из снежных заносов полицейские Северо-Казахстанской области. Из-за сильного бурана наружные службы работали в усиленном режиме. Проведено множество спасательных операций. Подробности в следующем материале. В Таиншинском районе застряла Нива, жителя села Тендек, с двумя детьми. Трёхлетнюю дочь мужчина вёз в больницу районного центра. Полицейские известили медиков и обратились за помощью к предпринимателям района. В буран даже спецтехника работала с трудом. Из трёх единиц одна сошла в пювет, другая сломалась. Третья пробилась к застрявшей Ниве. Людей эвакуировали, девочку доставили в больницу. В трёх районах не успели вернуться до начала бурана всадники. Двое табунщиков частного сектора и 17-летний юноша. В поисках участвовали полицейские, спасатели, местные жители на тракторах и снегоходах. Все потерявшиеся в буране спасены. Сложная обстановка сложилась и на трассах. Только в Жамбылском районе застряли пять автомашин. Их вызволяли полицейские и работники строй 317. Водители и пассажиры доставлены в пункты обогрева. А в Мамлюцком районе представители Акимата полицейские и спасатели приняли 48 грузовых и 5 легковых автомашин, которые не смогли продолжить движение по трассе Челябинск-Новосибирск. С Акиматом Мамлюцкого района создан оперативный штаб с участием начальника РОВД, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям по Мамлюцкому району и прокурора Мамлюцкого района. Значит, с нами уже принят ряд решений, в том числе по отправке автомобилей, так как трассы закрыты, формируются большие колонны. Автоколонны формировали и в Петропавловске. Группы автомобилей отправлялись в путь в сопровождении дорожных служб. В усиленном режиме ведётся очистка дорожной сети. Полицейские просят автовладельцев Петропавловска с пониманием отнестись к ситуации и убрать с обочин припаркованный транспорт, чтобы не мешать расчистке снега. Кирилл Потёмкин при содействии областного департамента полиции.